Всем привет, с вами я Метеор, и сегодня я бы хотел поговорить на такую тему, как новое дополнение в Warface и Kiwi. Если честно, моё мнение, оно получилось одно из провальных дополнений Warface, потому что, что Атлас Войны, что здесь нужно просто топить деньгами. Блин, я не знаю, как это всё делать, но я уже к этому времени сделал 4, точнее, открыл 4 региона, почти один полностью закончил, но у меня чисто остались задания оперников, оперативника точнее, и здесь также я выполнился задания, у меня только осталось задание оперативников. И вот самый, ну ладно, понимаю, да, вот как бы Припять до того, как, как сказать-то, упростили задание, да, здесь было 10, вот допустим, тренинных убийств, это было вообще как бы нереально, но хорошо то, что упростили, и стало на изи. Припять стало регионом как бы, ну, лёгким, не знаю, мне он больше не вызвал трудностей после упрощения, я быстро доделал свои задания, которые я не мог. Вулкан, ну, есть, да, пару таких, допустим, тупых заданий, так скажем, да, вот допустим, где-то 50, по-моему, да, вот 50 смин убить, это долго я делал. Ну, в основном тут всё легко, как бы, делается, если есть свои люди ещё, вдобавок. А вот Анубис, это, блин, я не знаю, вот, кто этот регион делал, скажите мне, пожалуйста. Во-первых, награды, отстой, полный отстой награды, да, как бы, к тематике Анубиса, ну, это отстой награды, хотя бы могли бы не сделать. Здесь вот на 20 дней, здесь на 30 дней, а здесь 5 коробок, чтобы более-менее когда было. Но одна коробка ИН-15 на 10 дней, это, как бы, вообще не очень. Во-первых, задания какие-то тупые. Ну, вот это, в принципе, лёгкое, да, оно, со временем, сделается. Ну, вот это, вот это просто, это, вот правильно сказали пекло, пекло моего очага будет потом, после вот этого выполнения задания. Из-за этого Киви народ стал себя вести, как просто агрессивные животные, в том числе и я, потому что всем нужно сделать задание, не получается, начинает гореть у всех, все начинают друг друга оскорблять. И, блин, какой-то трэш творится в Айрфейсе, вообще непонятно из этого Киви, ну, могли бы полегче сделать задание. Или хотя бы две ветки, вот, допустим, одно задание, вот, ну, 15 выиграть, да, на уничтожении. Или кто же не может выиграть, да, хочет своими силами убить, ну, там, ну, сотку, да, допустим, врагов на этом уничтожении. То же самое, и вот так вот везде, а, короче, другое ответвление, другого задания сделали бы, да и все. Ну, в принципе, больше таких-то и нет, ну, вот это вот в подкате на профи, это тоже такое диротское задание, потому что, блин, во-первых, и в профи попадают всегда кривые косые, там то бутылка, то камень, то яма, то еще что-то. Про подкат прерывается, там где-то сверху, сбоку, снизу выйдет какой-нибудь тяжелый приходитель на сети, а с ваншотник, вообще не очень. Ну, это, в принципе, на изи, ну, а ну, бах, это на изи, я просто на другом сервере делал, мне помогали еще с этим заданием. И, в принципе, все, да, вот тут так. Вот черные акулы говорят, типа, самый, ну, типа, самый легкий из геона, я так не считаю, мне кажется, это самый легкий, это припять. Потому что здесь такие задания, вот, допустим, есть, вот, ну, акула, я не знаю, как вот, не всегда не разбирался, сколько вот это на 750 брони, это сколько людей нужно восстановить полностью брони. И, типа, 8 человек надо починить, или сколько, если так, то это, блин, капец, это без своего, без своих людей это не сделаешь. Потом, где-то я тут видел такое задание идиотское. Ну, в принципе, это вот тоже изи, только долго, поэтому делать. Защите в атаке тоже изи, ну, долго. Вот, где-то тройные, сейчас, это тоже изи, где же это было за... Вот, 25 тройных убийств любым классом на штурме. Это как бы легко, да, я ничего не скажу, но, блин, очень редко ты находишься человека на штурме. 1, 2 ты убиваешь, ну, третьего всегда не хватает на троих. Это изредка вообще получается, и так же без своих людей это будет очень долго делаться. Это вот самое тупое здесь задание. И океан, вот это вот мне не понравилось задание, ледокол с ложки, не, оно очень легкое, ледокол с ложки, по-моему, на изи проходится, ну, блин, 5 штук, это как-то много, я бы не хотел столько играть. Но 4th Origin я бы себе хотел получить, надо стягу, как бы, он мне нужен. А вот задание оперативников, да, вроде бы, как бы, выглядит вообще очень круто, то, что здесь есть Штейр Скау, допустим, злой АИКС и Киви, и тут много чего новичку, но это как бы не выпадет, нужно прокачать своего персонажа. У меня к этому времени уже 22-й левел, и я начал так его качать. Я посмотрел у Разора, даже так скажу, да, как он объяснял, как вот качать его правильно, я соглашусь с ним, то, что нужно качать, типа, всё по пятёрочке сначала, а потом, когда выполнил все задания на тройку, уже вот эти вот оперативников на тройку, тогда просто брать и сбрасывать из-за боевых очки, и вкачать, допустим, чисто лодку, если хочешь, там, на шпионские задания, да, фармить, и вот так вот, типа, силу, удачу, там, интеллект, удачу. Я, в принципе, так и буду делать, но мне нужно сначала 50-й левел лапнуть, чтоб всё на пятёрочку лапнуть, чтоб всё это пройти, ну, может быть, даже на пятёрочку мне не придётся опать, я смогу и так всё пройти, но нужна эта энергия, которая долго копится за боевые очки, я её покупать как бы не хочу. Кейсы. Это вот самое хвальное то, что они добавили, можно сказать. Кейсы падают, просто сыпятся горами, не знаю, блин, вёдрами льют там эти кейсы. За каждый бой, каждый раз падает этот кейс. Говорили, типа, с таким же шансом почти, с таким же шансом будут падать ключи. Ну, я, за сколько дней добавили такие, я один всего лишь ключ выбил на ресурс, для ресурс сборки. Ресурс для сборки кейса, я один всего лишь ключ выбил. Это капец. Я уже три, наверное, покупал ключа на атласы войны, я хочу ещё один ключ купить. Правда, мне дадут этот ключ за 23, но я хочу сейчас на видео открыть этот кейс. Я вот думаю, что это самый нормальный кейс, потому что посмотреть содержимое... Давай, уходи. Тут то, что на час может выпасть, это всё равно атлас войны. Всё равно, как бы, прикольно на час побегать с пушкой атлас войны. Ну, самое то, что такое, это пистолет, да? В принципе, всё остальное, это, вообще, отсюда вот пару выбить. Не знаю, почему я прям фанатею вот этой пары атласа войны, блин, мне так её хочется открыть. Но, давайте вот попробуем сейчас открыть этот кейсик, что с него выпадет. Ой, болен. Ну, ты серьёзно? СВУ, да? Ну-ка, она останется, и, допустим... У меня, по идее, должны три штуки их быть, да? Да, она осталась. Уже три штуки падала, я его забирал, чтобы сделать... Как сказать... Двойные убийства на ПВП в мясорубке мне надо было. И за каждые вот эти регионы, когда мы зачищаем, вот, можно на звёздочку нажать, получить награду, по-своточной. За 35 звёзд всегда дают скин какой-то, и за 45 дают вещи, точнее, модули для улучшения, точнее, для сборки. Кази Супер В, которую я пока ещё не начинал даже делать, потому что я делаю АК Альфа. Мне осталось только 200 уровней, вот, отбрать пятого. Ну, как-то он мне не падает сильно. Поэтому мне приходится всё разбирать. Ресурсы, сейчас, сейчас, соберуете ещё ресурсы, посмотрим, как купить. Ну, ресурсы стали падать бодрее, да, но пятые ресурсы всё равно не падают. Падают больше, и до вторых, и третьих уровней стало больше падать. Ну, и изредка стали появляться тоже четвёртые уровни, как в прошлый раз они появляются. И я бы хотел ещё поговорить о багах этого дополнения. Вот, что со мной случилось? Во-первых, был баг, вот, допустим, не знаю, это был, по-моему, у всех баг с первым заданием. Здесь было убить с шестерых, по-моему, ой, сделать шесть раз, четыре мины, по-моему, было. Я сделал за один раз это, потому что я запустился просто, мне люди помогали, я ставил мины, и всё. Это на изи, у меня есть клан, который мне всегда поможет, ничего страшного. И как бы, у меня всего лишь на одну звезду зачитала, но показывала семь из шести, у меня показывала, типа, где, блин, прикола я не видел. Ладно, пошёл ещё раз сделал, ещё раз сделал, даже больше шести, семи, я не помню, сколько я сделал, там много сделал. Мне опять-таки не зачитал. Ну, думаю, может быть, там зависло, как бы, первые дни, все дела, как бы, долго обновляется, пошёл, другие пока задания делать. Всё на изи сделалось пока. Быстро начали обновляться задания, как бы, вот это быстро обновилось, типа, с дефибиляторов убития на изи тоже сделал. Не знаю, почему они его поменяли, как бы, кому там сложно это было, я, блин, не знаю, изичное задание было. Сделал. Всё сделал, как бы, на изи, не знаю, блин. Вот, баги были эти тупые задания, вот здесь тоже не засчитывало сразу мне, допустим. Пришлось заново просто переделать, оно засчитало. А вот с вулканом, какая у меня подстава была, это уже после упрощения, когда было. Я сделал с болтовки 5000 урона, вот здесь вот Макмилан на 5 дней, 15 дней АИКСа и коробку Магма, да. Здесь надо было 200 в подкате, убить шлем на 5 дней, на 15 дней и золотую сайгу. Значит, я сделал это, думаю, ну вот, набью золотую сайгу. Захожу в инвентарь, просто мотаю, мотаю, ну, как бы оно должно сверху появиться, я не понял. Ни шлема нету, ни АИКСа нету, ни моей сайги нету, я не понял. Думаю, может быть, куда-то внизу ушла. Пишу сайгам, увижу только вот эти. А где моя золотая, спрашивается? Думаю, ладно. Решил написать АИКС. Тоже не вижу, на 15 дней тоже нету его. Я не понял, думаю, ну, ладно, как бы баги, баги, как бы, ладно, это варфейс, думаю, все мне придет. Уже на следующий день я захожу опять в инвентарь, и я опять ничего не вижу. И в итоге, уже сколько времени прошло после этого задания, мне не дали на эту награду. Где, блин, моя награда? В чем прикол, я не вижу. Алло, варфейс, админы, одумайтесь, поправьте эти баги. И, как я понял, я не один такой вроде бы, у некоторых тоже такое случалось. И, блин, как бы, людям обидно, допустим, вот кто-то хотел набить золотую сайгу, как и я. Я, как бы, обожаю до стяги все набивать, и поэтому мне нужна была эта сайга, чтобы набить до стягу. Но, блин, не судьба, как бы. А то, что мне понравилось в черноркуле, так это вот этот вот розовый дигл, я его всегда хотел набить себе. Но, да ладно, он мне, в принципе, выпадет, я его набью. И останется последний у меня регион, это ледокол. Вот с ледоколом, я, как бы, не знаю, да, я тут задания так-то не смотрел, в принципе. Ну, вроде бы, тут есть такие запарные задания, но я их, вроде как, смогу сделать. Тут до стяги, да, вот, достижения. Вот это вот достижение просто, блин, это просто такое идиотское. Ну, кто это мог добавить? Это чисто для донатеров, типа, за донати 10 тысяч рублей получите вот такую вот убогую до стягу, да. Блин, хотя бы сделали бы нашивку для донатеров, чтобы она выглядела красивая. Чтобы донатеры, как бы, покупали эту специальную. Ну, кто там купит, блин, MCC Дрога там. Ну, блин, кто еще там. Ласка какой-нибудь, ну, Ласка, он там, по-моему, не покупает эти дополнения. Ну, короче, такие ютуберы, которых там дофига денег могут задонатить, это у них, в принципе, любую. Ну, за 20-й, за 50-й уровень. Ну, тут тоже такие, не очень такие, как бы, до стяги, мне они не шибко нравятся. Особенно, вот это, завершите все континенты, короче, Киви с звездами и получить такую... Что, где прикол, опять бы, сделать бы хотя бы нашивку за такое сложное достижение. Ну, это турнир, турнир, это все понятно. Получить доступ киви, это вообще непонятно, вообще неинтересно. Вот нашивки, да, вот нашивки более-менее. Вот эти мне, как бы, не сильно нравятся, но я бы хотел их заполучить в коллекцию как-то. Мне нравятся больше, ну, за вот эти пушки, в принципе, тоже такие, ну, очень хорошие, да. Вот эти вот красивые я бы хотел собрать, ну, ну, это я соберу. Вот эти вообще просто самые, просто вообще самые красивые до стяги. Я хочу хотя бы за калаш собрать, то до стяга будет редко, как бы, ни у кого ее больше не будет после закончения киви. В общем, конечно, Кэзи Супервера хотел бы собрать, но я его, наверное, не соберу. Ну, вот на этом все, спасибо за просмотр, надеюсь, я хоть что-то показал интересное, хотя уже столько времени прошло, много кто сделал ролик на эту тему. Ну, а я вам говорю спасибо за просмотр, всем удачи и пока, и хорошего настроения на этот день.